всем привет дорогие друзья сегодня с вами я опять я и не только я привет работникам гости радио салют как работа кипит инспекция пришла сейчас все проверю перекур до не больше пяти минут так что я вам хочу показать дорогие мои друзья у нас новая стена плача так мы и дружелюбно назвали обновленная версия фотографий я вам честно сказать не очень доволен отгадайте почему потому что меня здесь очень мало посмотрите я вам скажу вот она вот такая она длинная если вам покажу сколько раз я здесь случайно появился так здесь нету это все в основном хэллоуин вот таиланд вот посмотрите просто вот на этой громадные фото вот видите вот она одна просто я стою вот-вот просто идеальный вот я посмотрите лёля тебя прикрою изменили вот он я стою красивый в полный рост улыбаюсь лицо все как положено но все есть посмотрите все-все кантемир пейте лёля нателло кто еще денис андрей жаклин фатина феликсовна а меня нету можно сказать так пошли дальше на вертолетах я не летал так здесь конюшня меня нету дальше нету так дальше нету лобозанчик скучаем по тебе лобозанчик надеюсь ты смотришь мои видео он уехал помните меня было видео как его кто не знает лобозанчик с юлей они уехали в лос-анджелес своим ребенком с данькой вот они собственно юля юля и лобозанчик уехали в америку бросили нас и уехали вот я с ними снимал видео когда я в анапе было потрясающим малышом их ним вообще красавчик такой растет ну вот вот смотрим дальше да вот даже здесь эта фотография она была на новый год сделано это когда у нас выступал эльдар гайна динах вот его мама но все есть дело в том что это фото делал я меня нету естественно дальше идем дальше внимательно смотрим даже вот на этой white party даже кононов есть понимаете где я собственно ходил помните и горку танцор диско наш мама его и вот появлете вот это кстати продолжение white party вот наконец таки более-менее приличные фото все есть я сижу тогда снимал я на iphone с открытым ртом как будто у меня что-то во рту красненькая необычно да так кто еще кто еще есть одна потрясающая фото совсем и покажу так вот пожалуйста последний таиланд опять его весь в рост в профиль опять смотрю налево что-то с моим лицом не так явно смотрю в бок но все все прекрасно понимаете все петь андрюша и низ все улыбаются все смотрят я смотрю неизвестно куда с этой долбанной палкой камеры как обычно вот они в бразилии понимаете меня нету саша землянский кирилл наша мулатка шоколадка естественно везде есть кантемиры кто их всегда есть это кантемир лобазан юля петя а о лёля жаклин они всегда везде есть узнаете этого сопляка артем чернушевич ссылочка внизу в описании вот такая вот у нас новая стена плача обновленная версия на той даже на той прошлой как-то мне более-менее оказалось ну смысл не более-менее меня было там больше а это еще в старом доме причнике он уже жил кантемир какой-то тусовка это бразильская вечеринка это вот они ездили на круиз в америку тогда я не ездил мне не было визы одинаковые костюмы шили все хэллоуин естественно понимаете да и здесь он с этой палкой понимаете даже он нормально здесь ссылки нет в описании все а а это детский праздник когда наряжались все но как герои фильмов супермен лобазан где же его малыш а вот он да не контакт он еще маленький здесь так нежно за пальчиком удержите радик с дочкой но это принципе вот от всех знаете кого не знаете не рассказывай потому что вы их не знаете ну вот вроде всех вам показал меня конечно маловато но я как бы у солнце не очень обижаюсь конечно но чуть-чуть так тут у нас по работе все нормально все хорошо давайте давайте работайте мальчики за что вам деньги плачу добрый вечер артем чернышевич ссылочка в описании 3000 стоит ссылочка в описании не забываем слать донатик вот хочу вам показать была целая коробка чернушевича черешня чернушевской очень хотелось мне ее поесть но к сожалению артем сделал все чтобы я ее не поел он ее минут 40 держал в кипятке и вот сейчас ее ешь и обжигаешься каких минут 40 я не знаю сколько но она горячая я просто помыл я так люблю черешенку она такая холодненькая главное что я выбирал из коробки там ладно не оправдывайся на номер 900 3000 не забывай андрюш вкусненькая я должен спросить как себя чувствую я не в форме видишь с этой стороны даже не скажешь что не в форме лёля идет на поправку что я могу сказать мне стало только хуже да ладно почему я могу умереть как умереть потому что муж обо мне не забыть зато у тебя есть артем чернушевич ссылка в описании не переживай лёль мы тебя не бросим нас у нам андрюха какой то я не знаю но я буду приходить чужой а куда ты уезжаешь я завтра домой вообще-то вы макс меня в аэропорт обещали отвезти еще 3 500 на полторы полторы только вызов валютного такси таксик crazy max tv ничего яндекс такси работает а ты зачем едешь в инкомат тебя в армию забирают счастливый ты поверь мне там так классно два года я оттарабанил у нас полтора служат ну классно сходи такие влоги снимать будешь классные там раз-два раз-два 6 утра ротоподъем как я ненавидел этот крик 6 утра если бы и забрали пошел бы в это ротоподъем а какая разница что там думаешь не было подъем 6 утра я не ненавидел армию но сейчас вспоминаю как одно из самых лучших времен я уже рассказывал как я в наряде уснул с автоматом в обменку сказал за всех ослужил ну как бы да но дисциплину прививает я такой дисциплинированный никогда не опаздываю очень пунктуально а слушай я дисциплинирование не могу чем у тела и наслужащие у меня брат ему присылают оттуда присылали с армии и грамоты всякие постоянно пришел из армии такой же скульпы какой уходе нет со уж там какие-то изменения на этом на подкожном уровне и со мной что-то остается это очень глубоко правда смотри опасно ездить военкомат могут там не забрать забирают узнать обстановку что там лукашенко думает насчет алексеева ему въезд не закрыли еще в беларуси мне сказали что больше он не будет уступать на славянском базаре кстати мы в этом году едем на славянский базар кто сказал что он на славянском базаре будет сплейка поэтому белорусы я вообще считаю что это главное не победа а главное участие белорусы приезжайте все на славянский базар евровидение это крупная политическая остановись я сейчас ты речь толкаю интересное тоже мы уже отболели про алексеева все про саму он про донецк стреляют она симпатичная девочка неважно что она инвалид это конкурс там все надумываются и не разницы нет спасибо артем это был потрясающий комментарий насчет участия юлиса разницы нет болеешь ты или не болеешь но если бы она поехала в прошлом году она бы вошла в финал прошлогодняя песня у него было намного лучше песня вообще ужасно ты сейчас посмотрел на ю тубе видео где какой-то там не нравится мне этот блогер я случайно вот как раз по поводу этого евровидения тоже там изгаляется каждый день выпускает видео и он разложил прям сегодня до видео он разложил голос и и без этого только до отдельно бэк-вокал ее голос музыка отдельно это уже один это невозможно слушать это просто кошмар ладно это мы уже на самом деле у него голос есть ну какой-то голос и у меня есть нет у нее все есть просто твои как у них усталость влияет моментально чуть подморозило два крошки озера но есть же голос я не про то я считаю что таких людей нельзя отправлять потому что обычный человек здоровый человек устает и на него она на голосовые связки влияет все и погода и усталость все влияет очень много семечки все на свете и тяжело она не работает диафрагмой должна быть опора диафрагма чтобы работала она сидит она не может конечно понятно что ее пожалели и отправили я бы на месте сам отказался она бедная не выдержала разревелась я видел видео да сейчас она будет плату итак сменим тему тоже евровидение и я вот она закончилась евровидение я должен был это записать видео потому что на эмоциях и я конечно же не согласен с евровидением меня вообще удивляет вот когда на как сказать когда начали они вот это вот сейчас подожди я потише сделаю когда вообще изменили условия голосования вот это вот профессионального жюри и зрителей она вообще было по голосованию профессионального жюри она была на третьем или четвертом если не на пятом месте как вы поняли израиль победила да вот эта девушка полненькая вообще просто вообще мне не понравилась она честно яркая да полненькая заводная но песня никакая вообще о чем эта песня ни о чем как ни странно был в лидерах швед и швед парень танцевал такую необычно и этот как его и австрия вот они были два лидера удивительно удивительно и кипр была в лидерах но она мне тоже не понравилось не знаю странное конечно голосование украина была на последнем месте по этим как лопа профессиональные жюри а по голосованием она вылезла на место на ноги какой-то ну хорошие дали баллы зрители я не знаю мне она не понравилась когда ты смотришь голосование аж прямо всего трясет тоже тебя как трясло как каштанку скажи мне честно не знаю я вообще это еще не ну короче в израиль едут на следующий год кстати израиль уже не первый раз побеждает и не второй по моему как отличаются конечно голосование еще раз повторюсь от зрительского и жюри просто вообще отличается так как будто кардинально это конечно вообще я в шоке непонятно конкурс чего это песни исполнителя непонятно все время почти два часа ночи тоже ты мне скажи что ты думаешь по этому поводу ты за кого болел я за рыбака болел он вообще там в жопе где-то отвратительно все то скажи за кого болел тоже голос тоже за рыбака ну или швед хотя бы или австрийц для меня они были два лидера швед и австрийц 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 тоже тебя там не было в эфире по тебе тоже соскушились ой встает 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 ну что это за песни пам 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 что это за песни выключу даже ее кстати она изначально была в лидерах даже вот эти вот как букмекерские конторы там на нее все ставки ставили вот сейчас кто-то заработал я думал пойти хоть сто рублей поставить тоша тоша скажи мне что не будет ну и черт это евровидения, мы вас обняли, приподняли, поцеловали и все сделали все всем пока Продолжение следует...